Здравствуйте, Надежда. Вы обратились ко мне с просьбой научить делать стриминг или вещание в YouTube с помощью программы ОБС для ваших учеников. И вы просите очень простую задачу – транслировать вашу презентацию. Вот она сейчас транслируется. Это пример моей презентации. Вот эту ссылочку вы можете заранее разослать вашим ученикам любым способом. Я научу вас это делать, например, по почте, через Телеграм, через ВКонтакте и так далее, и так далее. Одна и та же ссылочка. Причем я научу вас заранее планировать, давать такое название для стриминга. Ученики смогут зайти по этой ссылочке с любого устройства. А если они зайдут раньше, там будет написано, сколько осталось времени. Вот тут они могут вести переписку в чате, и она будет сохранена по окончании стриминга. Могут ставить лайки. Но для этого надо им иметь аккаунт, авторизоваться в YouTube. Я думаю, это у всех есть. И тогда вы решите вашу задачу. Сейчас вот эта презентация, моя, это как пример, она показана во весь экран без лишних кнопок. Кстати, вот это вот то, что сейчас видите, крутится на экране. Это у меня слабый интернет на даче. У вас такого не будет. Вы будете вещать дома. Дома нормальный интернет. Я-то в горах, тут все слабенько работает. Я научу вас выставлять все настройки, чтобы вот этого вот не было. Вот сейчас мы видим презентацию во весь экран. Подчеркиваю, во весь экран без всяких лишних кнопочек. Вверху слева вот эти макеты слайдов. Вы будете перелистывать, и в это время будет идти вещание. Оно сейчас идёт. Ну, это моя презентация. Вы будете перелистывать, и вы говорите, у вас есть ещё ноутбук. Вот на ноутбуке вы можете видеть, что они пишут в чате, им отвечать голосом и показывать на экране. При этом ещё и ваша камера тоже, вот видите, здесь видна будет. Я специально отвернул в сторону. Это только лишь демонстрация. То есть, ваше лицо, ваша речь, им будет видно и слышно. Сейчас я специально отключил здесь звук, и вы тоже будете выключать звук у себя, чтобы не было наложения звуков, не было эха. Я здесь выключил звук, на самом деле там всё идёт со звуком, но с задержкой. Особенно, когда слабый интернет. Это нормально для Ютьюба, там есть задержка. Они будут включать и слышать без проблем. А вот сама программа АБС, которую просите освоить. Вот видите, сейчас идёт трансляция. Зелёненькая метка, значит, всё нормально. Нагрузка не превышает. Но у меня вот здесь в статистике большой пропуск кадров, потому что у меня слабый интернет. Я тоже покажу и расскажу, как сделать так, чтобы таких пропусков, задержек не было. Тоже вы узнаете, как это делать. Я вам по шагам всё расскажу. Я научу вас, как работать со сценами ВБС. Вот эта камера, как настраивается. Как захват окна, это PowerPoint, как брать. Фоновый цвет добавить. И как добавить и настроить микрофон. Лучше, конечно, микрофон внешний, поближе к рту, но можно и встроенный. Тоже эти моменты я расскажу. И расскажу, как настраивать в Ютьюбе. Вам нужно будет вспомнить, что такое панель задачи Windows. Вот на нижней вот этой панели все открытые программы. У вас операционная система Windows. Обращу внимание, что PowerPoint будет работать с двумя окнами. Правильно ли я понял вашу задачу, чтобы сократить наше живое общение, когда мы с вами встретимся на занятии. И сообщите о готовности. Продолжение следует... Продолжение следует...